Идея написать книгу о Видновской школе номер один принадлежит учителю немецкого языка Изабелле Белозор и председателю общества краеведов муниципалитета Алексею Зименкову. Однажды по телефонному разговору с Изабелой Викентиной Белозор, Алексей Павлович Зименков, наш председатель краеведческого общества, попросил ее рассказать о первых годах учительства в нашей школе. Все дело в том, что Изабелла Викентиновна сторожила нашего города. Она приехала сюда со своим мужем еще тогда, когда не только не было города, но не было даже и поселка. Изабелла Викентиновна рассказала в том числе о Петре Ивановиче Черных, первом директоре школы номер один. Именно он собрал уникальный коллектив и создал особую атмосферу творчества, которую так ценили ученики и преподаватели. Заложил традиции, которые соблюдаются здесь по сей день. Своими воспоминаниями вслед за Изабеллой Викентиновной решили поделиться другие учителя и выпускники школы. Затревал учитель вниз, делился школой немножко о том, как выбирают учителя. Он ездил по области и смотрел в школах, и те учителя, которые на него производили впечатления хорошие, интересные, он пригласил нашу школу работать. В числе выпускников и авторов книги сын легендарного директора Москокса Вячеслав Гаевский. Эти учителя, они, скажем так, во многом повлияли на ход моей жизни, на мое восприятие происходящих вокруг меня событий, на мою профессиональную деятельность. И вот в конечном итоге даже на то, что я вдруг начал писать стихи. Особой гордостью школы были великолепные мастерские, где школьники осваивали огромное количество специальностей – электрика, химиколаборанта, швеи, автомеханика. В школе номер один работают целыми династиями. Сейчас здесь трудятся учителями 12 бывших выпускников. Я себя помню в школе с четырех лет. Когда мама делала занятие во вторую смену, а детский сад уже закрывался, то меня приводили. Я последние два урока сидела за последними партами, проучился в этой школе 10 лет нашей. Ну и куда я должна была еще пойти работать? Это в нашу школу. Я себя не представляю без первой школы вообще никак. Выпуск книги приурочили к 65-летнему юбилею школы. Тираж составил всего 100 экземпляров. Книга вызвала, к моему большому удивлению, такой вот какой-то резонанс сарафанного радио, что практически весь тираж книги уже ушел. И в то же время столько появилось энтузиастов, которые говорят, нет, мы об этом еще должны написать и об этом. И хоть почти весь тираж книги о нашей школе уже разобрали, у видновчан есть возможность познакомиться с ней в библиотеках Видного и Расторгуева. Ну а создатели книги уверены, продолжение обязательно будет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok